Девушки отдыхают Вашингтон. Директору ЦРУ. Совершенно секретно. Направляем документы из восточного подразделения британской разведки о работах в СССР по самолетам-снарядам «Буря» и «Буран». Экспертно подтверждено, что советские конструкторские разработки напрямую приблизились к созданию космических кораблей многоразового использования. 1955 год. Социалистические страны объединяются в организацию Варшавского договора. Через два года в Советском Союзе были проведены успешные испытания первого самолета-снаряда «Буря». Несколько лет западные спецслужбы пытались получить любые сведения об этом секретном проекте. В ноябре 1960-го представитель британской разведки «Грейвил Мейнер-Твин» встретился с сотрудником управления внешних сношений Госкомитета по науке и технике Олегом Пеньковским. Результатом встречи стала передача секретных документов. Позже эта информация станет основой для начала работ США по космическим кораблям многоразового использования «Спейс Шаттл». В СССР из-за этого провала работы по самолетам-снарядам были приостановлены. А будущий полет советского «Бурана» был отброшен почти на 30 лет. Бесконтактная война Война роботов. Оружие с искусственным интеллектом. Солдат с портативным компьютером и лазерные пушки. Все это новая военная реальность. И тайна за семью печатями. Недавно «Гриф секретности» был снят с темы беспилотной авиации. Мы пользуемся первой уникальной возможностью, чтобы представить вам российские беспилотные летательные аппараты. И рассказать историю их создания. 1956 год. Первые десятилетия Холодной войны. Организация стран Варшавского договора принимает решение ввести войска в Венгрию. Обстановка была напряженная. В КБ Туполева срочно создается секретный отдел КА. 23 сентября 1957 года. Москва. Председатель Госкомитета СССР по авиатехнике. Совершенно секретно. Летные испытания опытного образца изделия «С» начать в четвертом квартале 1958 года. Изделием «С» назвали первый беспилотный ударный комплекс. Идея его создания принадлежала знаменитому советскому авиаконструктору Андрею Николаевичу Туполеву. Именно он понял необходимость и лицаресообразность создания в середине 50-х годов этого направления в нашей авиации. Наше КБ получило первое задание на создание беспилотных летательных аппаратов. Конструктор Леонид Куликов продолжил начинание Туполева. Последние 10 лет он возглавляет отдел беспилотной техники. В 1957 году я начал работать в будущей дипломной практике в нашем КБ Андрея Николаевича Туполева. Я не хочу сказать, что у меня было какое-то призвание к авиации. Направили сюда, я стал здесь работать. Леонид Тихонович Куликов. Человек скромный. Он говорит, что учился в институте плохо, потому что увлекался спортом. Но его диплом в 1958 году буквально шокировал преподавателей своим новаторским подходом. Кстати, по содержанию он получился настолько объемным, что дипломные материалы пришлось развешивать даже на боковых стенах аудитории. За свой диплом он получил отличную оценку. Теперь мы знаем, что тогда первые учителя Куликова не ошиблись. Именно ему доверили разработку гидравлической системы в новейшем проекте. А беспилотная авиация стала делом всей его жизни. Мы впервые в начале... В конце 50-х, 60-х годов создали первый ударный беспилотный комплекс. Назывался он тогда изделие «С». В кратчайшие сроки был создан цельнометаллический моноплан с крылом треугольной стреловидной формы. В Министерстве среднего машиностроения для беспилотного самолета была спроектирована компактная боевая термоядерная часть. Уже через год был готов проект первого беспилотного ударного самолета, который мог доставить ядерное оружие на расстоянии до 10 тысяч километров. Но неожиданно генеральный секретарь ЦК КПСС Хрущев закрыл все работы по этой теме. Был выбран курс на ракетизацию. У нас эйфория была. Ракетные войска решают все. И поэтому большие средства были затрачены на производство ракет. Это отразилось в некоторой степени с точки зрения финансирования и на пилотирование авиации. А потом, что такое, допустим, беспилотный самолет? Это значит, не нужен летчик. Не надо тратить на деньги. Никита Сергеевич полюбил ракеты. И, значит, сосиски делали. Другая причина закрытия темы – предательство. В разгар Карибского кризиса был раскрыт двойной агент – полковник ГРУ Олег Пеньковский. В ОКБ Мясищевой и Лавочкина с этого момента прекращают все работы по авиационной тематике. Летом 1960-го конструктор Лавочкин умирает от сердечной недостаточности. Под угрозой закрытия оказался и секретный отдел К. На базе вот этого, уже имеющегося опыта работы, создания этого комплекса, мы начали работать над созданием дальнего беспилотного разведчика «Ястреб». 5 января 1960-го года. Ленгли и директору ЦРУ. Совершенно секретно. В СССР готовится решение правительства о масштабном сокращении вооруженных сил. Более чем на 1 миллион военных служащих. На фоне резкого сокращения вооруженных сил, появление беспилотной авиации вызывало беспокойство в среде летчика. Военное руководство тоже встречало новую технику, настороженно. Руководство авиационное, оно никогда не согласится с тем, что авиация должна летать без летчиков. Хотя сегодня явно, явно тенденция проникновения беспилотных средств авиации, в авиацию, прежде всего военную, она очевидна. Тем не менее, идеи бесконтактной войны уже витали в воздухе. Беспилотные возможности безнаказанно летать на предельно малых высотах виделось бесспорное преимущество. Самолеты у нас современные могут летать и на 50 метров, и даже ниже. Заданную цель прет по прямой, но не стесняясь ни в чем. И он, конечно, более точно выйдет в зону разведки, которая располагается за линией, вот, ансичные по противнику, чем пилотированный аппарат. Менее чем за год конструкторы создали новую машину, ясно. Главные отличия от ударного самолета касались размещения разведаппаратуры. Уникальное фотоателье расположили в носовой части, там, где раньше располагалась ядерная боеголовка. Я летчик, я понимал, что это беспилотный самолет, знал их возможности. Конечно, впечатление было положительное, даже потрясающее, что рядом с нами, летающих на самолетах, появятся еще наши собратья, самолеты, которые не имеют пилота. Все шло успешно, но в этот момент конструкторы столкнулись с неожиданной проблемой. Машина летала на скорости 2700 километров в час. Это 2,55 маха скорости, когда нагрев на внешней обшивке температуры более 200 градусов. Это требовало применения специальных материалов, решения многих вопросов по теплозащите. В ходе испытаний выяснилось, что стекла фотолюков от высоких температур покрываются микротрещинами и сильно искажают изображение. Госзаказ был под угрозой срыва. 26 февраля 1961 года. Москва. Министру внешней торговли СССР. Совершенно секретно. Предлагаю вам разработать схему закупки кварцевого песка из месторождения в Бразилии, с обозначенной целью использования в медицинских и радиотехнических приборах. Именно в Бразилии был найден необходимый кварцевый песок для изготовления особого жаростойкого стекла. Через подставные фирмы песок доставлялся в секретную лабораторию в Подмосковье. По иронии судьбы, 3 года спустя аналогичный песок был обнаружен советскими геологами на Урале, в районе реки Нерольки. Новое стекло позволяло ястребу при скорости 1000 метров в секунду получать изображение с такой четкостью, что можно было рассмотреть даже фигуру человека с высоты 18 километров. «Ястреб» вообще это была уникальная машина. Вот по тем временам получал команду с земли на посадку, и дальше происходило следующее. Из всей большой машины, которая длиной 18 метров, отстековался передний отсек, где находилась вся информация разведывательная. Хвостовая часть, к сожалению, погибала, а носовая часть спасалась полностью на парашюте. Подобные технические характеристики американским конструкторам удалось воспроизвести лишь спустя 10 лет. Но гордость ВВС США самолет-разведчик «Блэкберд» был пилотируемым, в отличие от нашего «Ястреба». Дальность позволяла нам залететь на территорию Великобритании, развернуться, вернуться и произвести посадку на своей территории, на своем полигоне. Правительственная задача была выполнена, и «Ястреб» был принят на вооружение. Его первый же полет в 1963 году на территории Западной Европы поверг в шок руководству НАТО. Советский «Ястреб» показался неуязвим для истребителей-перехватчиков и зенитно-ракетных комплексов «ОК». 16 декабря 1963 года. Москва председателю КГБ СССР совершенно секретна. На сессии Совета НАТО генеральный секретарь Дирк Стикер потребовал скорейшего объединения систем противовоздушной обороны государств-членов блока. 1968 год. Обстановка в соцлагере усложняется. 21 августа организация Варшавского договора принимает решение о вводе союзных войск в Чехословакию. Через 9 дней секретное постановление правительству предписывает Туполевскому КБ начать работу над новым, полностью спасаемым комплексом беспилотной разведки. В секретном постановлении Совета Министров не говорилось об ударных модификациях рейса. Кстати, об этом не упоминалось вообще ни в одном документе. Но если само название самолета разведчика имеет в русском языке значение «маршрут транспортного средства в один конец», а предшественник рейса именовался «хищной птицей ястреб», то выводы напрашиваются сами собой. Беспилотный разведчик «Рейс» был сделан в кратчайшие сроки. И уже в 1973 году машина была принята на вооружение. Вот это изделие «Рейс-Д», оно обладает очень уникальными свойствами по радиозаметности за счёт того, что на нём применено специальные средства защиты, применены и также находятся много деталей, сделанных из композиционных материалов. Вот киль сделан из композиционных материалов, вот этот парашютный контейнер, кончики крыльев, губа воздуха заборника, носовая часть, всё сделано из неметаллов. Вот эта конструкция позволяет нам достичь очень высоких результатов по радиозаметности. Это одно из качественных уязвимостей этого летательного аппарата в полёте. 6 февраля 1969 года. Москва, председателю КГБ СССР, совершенно секретно. На территории Казахской ССР, в районе расположения космодрома Байконур, потерпел катастрофу беспилотный летательный аппарат американского производства, предполагаемое место базирования – Пакистан. Бесконтактная война становилась реальностью. «Чёрный ворон» – так наши конструкторы назвали упавший американский самолёт. Это была первая возможность сравнить отечественную технику с зарубежными аналогами. Вот наше твёрдое мнение, что эта машина не может сравниваться по возможностям техническим с нашим рейсом. В войсках рейс был оценён за высокую эффективность в районах с рельефом любой сложности. Тем не менее, было принято решение не использовать рейс в боевых действиях в Афганистане. В боевых действиях в Афганистане беспилотная техника не применялась, хотя она была в достатке подготовлена, и личный состав был готов. Но задачи на применение этой техники не ставились. Одновременно с созданием рейса КБ Туполева стали работать над новым беспилотным комплексом оперативно-тактической разведки «Стриж Ту-141». На его борту находился небывалый арсенал аппаратуры, который позволял вести пять видов разведки. Глубина действия на территории противника в пять раз превышала дальность действия полёта рейса. Самолёт-разведчик «Стриж» находится на своей пусковой остановке в стартовом положении. Старт происходит с помощью тяги старта ускорителя, который находится здесь под фюзеляжем этого летательного аппарата, и тягой маршевого двигателя. Общая тяга этих двигателей при старте порядка 40 тонн. С помощью их происходит старт вот этого летательного аппарата. После распада СССР большое количество беспилотных аппаратов оказалось на территории Украины. Одну из модификаций рейса там используют в качестве мишени. 4 октября 2001 года. Во время учений вооружённых сил Украины в районе Чёрного моря по самолёту мишени «Рейс» была выпущена зенитная ракета, которая случайно перенацелилась с мишени на российский Ту-154. Самолёт потерпел крушение, трагически погибли 78 человек. 9 июня 1982 года. Дамаск. Заместитель и председатель комиссии по военно-промышленным вопросам при Совете Министров СССР. Совершенно секретно. В ходе боевых действий в долине Бекар израильской стороной нанесён серьёзный урон ПВО Сирии. В течение одного дня были выведены из строя 17 из 19 зенитно-ракетных комплексов «Квадрат» советского производства. Такого ещё не было. Лучшие советские зенитные комплексы, которые сбивали практически все типы самолётов, оказались уничтоженными за один день. Срочно прибывшие из Москвы специалисты обнаружили на сирийских позициях обломки двух сбитых самолётов с дистанционным управлением. Начиналась новая эра в истории бесконтактной войны. Израильтяния имели несколько типов летательных аппаратов. Ну, наиболее-таки простейший аппарат. Он небольшого размера. Вот, бензиновый моторчик, лёгкая. Запускался этот аппарат из такой катапульсной машины. Он взлетал, по программе выполнял полёт. В 1982 году впервые в истории были применены дистанционно пилотируемые летательные аппараты. Изображение с миниатюрной телекамеры поступало на командный пункт. Оператор с голландских высот наводил беспилотник на интересующий объект. Получив изображение, в данный квадрат запускалась телевизионно-управляемая ракета. Как только пролетает он где-нибудь над территорией объект какой-нибудь, допустим, артиллерийская батарея, через 10-15 минут смотрим, по этой батарее уже идёт загон. Преимущество военно-воздушных сил Израиля в конфликте 1982 года было достигнуто за счёт более современных систем вооружения. Наши беспилотные рейсы тогда стояли на вооружении сирийской армии, но они не управлялись дистанционно. Выводы были сделаны только через два года. 14 сентября 1984 года. Москва министру приборостроения СССР совершенно секретна. Начать работы по дистанционно пилотируемым летательным аппаратам главным предприятием назначить НИИ Кулон. Принципиальный и существенным отличием комплекса СДПЛА от комплекса с беспилотными самолётными разведчиками является то, что дистанционные пилотируемые летательные аппараты могут управляться с наземных пунктов управления в реальном масштабе времени. Что это значит? Это по желанию оператора наземного пункта летательный аппарат может изменять свою программу полёта то бишь отклоняться от заданной программной траектории от маршрута и выполнять задачи которые возложены на него в данном полёте. В зависимости от задачи оператор может повторить заход и барражировать над заданной точкой длительное время оценивая обстановку. Новый разведывательный комплекс Строй-П с летательным аппаратом Пчела был принят на вооружение российской армии в июне 1997 года. Он включает целый арсенал технических средств это летательный аппарат пункт наземного управления и самоходная пусковая установка. Возможности нового оружия всё чаще позволяют исключить человека из реальных боестолкновений и делают их бесконтактными. Фантастические фильмы какие мы смотрим всегда идёт в том, что воюют в основном роботы. Как раз мы сейчас подошли к тому периоду когда процесс ведения боевых действий особенно в тактической и даже в оперативно-тактической зоне это остаётся вопрос просто веления времени что должны воевать роботы. Как раз дистанционные пилотированные летательные аппараты они как раз и выполняют функцию вот этих роботов. Бесконтактная война с использованием роботов стала особенно эффективной в борьбе с терроризмом. Сейчас вы видите уникальные кадры применения израильского дистанционно управляемого беспилотного самолёта во время уничтожения палестинских террористов. В конце прошлого года в Йемене американский беспилотник Predator уничтожил одного из лидеров террористической организации Аль-Каида. В 1995 году российский комплекс разведки Строй-П В ходе боевых действий отмечен был такой факт, когда ДПЛА Пчела-1 выполняла полёты над населённым пунктом, занятым противником, и по ней вёлся интенсивный огонь с помощью стрелкового оружия. Выполняя разведанный полёт, Пчела выполняла такую функцию провоцирования противника на ведение огня. И с земли были засечены все точки, откуда вёлся огонь. После этого были по этим точкам нанесены удары, эти точки были погашены, подавлены. Пчела при этом не была повреждена, только одно пулевое ответствие было в посадочной опоре. Первые испытания нового комплекса разведки на Северном Кавказе доказали эффективность его применения. Сегодня мы впервые можем показать уникальные кадры обнаружения в горах Чечни одного из банд формирований с помощью беспилотного самолёта-разведчика. Беспилотная техника известна, конечно, всем военным, в том числе и бывшим военным представителям боевиков. Они знали, что это такое, поэтому принимали все меры для уничтожения этого комплекса. По нашим сведениям, было подготовлено, сформировано до шести групп диверсионных, которые должны были уничтожить этот комплекс. Но это им не удалось по правильным и грамотным действиям нашего подразделения. После испытаний новый комплекс разведки из Чечни убрали. Конструктор Леонид Тихонович Куликов, посвятивший 45 лет беспилотным самолётам, особенно тяжело воспринимает трагические события, в которых новая техника могла бы спасти жизни наших солдат. Вот гибель подряд, если помните, трёх групп наших ОМОНовцев там, Псковской области и прочее, прочее, группа, по-моему, 80 лишних человек погибла. Причём, они погибли в тех условиях, когда возможности воздушной беспилотной разведки реально могли оценить положение бандформирования. И неприменение в этих условиях комплекса рейса, мне кажется, это абсолютно неправильно. И сегодня, сегодня борьба за жизнь нашего солдата, за жизнь нашего офицера в таких военных конфликтах, это основной вопрос. К сожалению, сегодня наша беспилотная авиация на Северном Кавказе практически не применяется, так же, как она не применялась в своё время в Афганистане. В известном романе Юрия Бондарева «Горячий снег» есть такой эпизод, когда полковник, получив приказ от командующего армии генерала, возразил ему, мы же посылаем людей на верную смерть. После недолгой паузы генерал сказал, это солдаты. Так вот, сейчас одна из главных задач это сберечь, сберечь людей, потому что нет ничего дороже жизни человека. Вот вот этот комплекс, он можно назвать его гуманным оружием. 3 сентября 2001 года. Вашингтон министр обороны США для служебного пользования. Настал момент, когда США должны принять активные действия с тем, чтобы в ближайшие 10 лет заменить на беспилотные летательные аппараты не менее 30% боевых самолётов, предназначенных для нанесения ударов в глубоком тылу противника. Здесь нужна очень чёткая концепция. Какие самолёты строить и сколько их строить. Сколько должны быть беспилотные разведчики, сколько пилотируем, потому что один другого не заменят. У каждого типа летательного беспилотного аппарата есть свои нюансы и есть свои возможности. Поэтому это нужно всё учить. Каждый должен занимать свою нишу. Только в последнее время конструкторы вновь почувствовали интерес государства к беспилотной авиации. В настоящее время ситуация значительно улучшилась под контролем руководства страны, прежде всего президента, как верховного главного командующего, под контролем министра вороны и генерального штаба. Ситуация стабилизировалась, и она улучшается с каждым годом. Это мы ощущаем и надеемся, что в ближайшее время будут разработаны и поступят войска в современные, эффективные, беспилотные комплексы. До настоящего времени непревзойдённым остаётся беспилотный космический полёт и посадка с обережением всего на одну секунду расчётного времени кораблям многоразового использования «Буран». 15 ноября 1988 года никто не мог поверить, что такую посадку было возможно осуществить без участия человека. 80-тонный летательный аппарат лишь на 40 сантиметров отклонился от курса на посадочной полосе, варясь с сильным встречно-боковым ветром. Сегодня в мире разрабатывается уже правило воздушного движения, по которым будут летать миниатюрные аппараты размером со стрекозу и гигантские беспилотники с атомным двигателем, способные находиться в небе по полгода. Осознание ценности человеческой жизни и неспособность человека выдерживать огромные нагрузки на современные техники подвели черту. Завтра в небе будут господствовать беспилотные летательные аппараты. Вопрос лишь в том, чьи это будут аппараты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok